Как будто это с разных площадок привезли, сюда поставили и все. Не продумано у нас в этом плане совершенно. Отсутствие единого стиля на этой площадке отмечает не только народная избранница Анастасия Новицкая. Жители близлежащих многоэтажек сетуют, что между третьим и двадцать девятыми домами отсыпана огромная территория, а установлено всего несколько малых архитектурных форм. Приезжая в девятый микрорайон к бабушке, к дедушке со своим ребенком, мы замечаем, что здесь площадки все менее уже оснащенные. Если сравнивать новые микрорайоны, то они уже с новым оборудованием. В этом году в Нефтьюганске вступят в силу новые правила благоустройства, согласно которым за проектирование новых площадок будет отвечать Департамент градостроительства и земельных отношений. Все они будут в едином стиле и с современным оборудованием. Эта площадка отремонтирована. Подрядчик восстановил тропинки, горки и качели не изношены. Отсутствует только часть ограждения. И не хватает еще двух. Я не знаю, куда они делись. Еще две секции. У пятого дома похожая ситуация. Осталось переставить скамейки и убрать сухое дерево. На месте специалисты обсудили и возможное усовершенствование территории. Детских мафов хватает. У нас нет для взрослых. Для взрослых детей у нас негде. Им поиграть в мяч негде. Вот мы хотим здесь сделать либо мини-футбол, либо баскетбольную площадку. Детские площадки, которые находятся в черте 10-го избирательного округа, к летнему сезону готовы, отметила депутат Анастасия Новицкая. Особых проблем нет. Слава Богу, площадки целые. Ничего ремонтировать не надо. Но нужно привезти побольше песка, для того, чтобы детям было комфортнее. Технический осмотр детских площадок проводится ежегодно. В состав рабочей группы всегда входят специалисты разных департаментов администрации, члены общественного совета и обязательно депутаты. Алина Морозова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания Юганск.